Всем привет! Меня зовут Анастасия и сегодня я отправляюсь в велопутешествие по долине Вальбрембана. А жемчужиной моего маршрута станет курортный городок Сан-Пелегрино-Термо. И да, одноименную знаменитую воду разливают именно там. Но обо всем в порядку. Появилась эта велодорожка на месте существовавшей здесь ранее железной дороги, соединявшей Бергамо с городками долины Вальбрембана. Как раз за моей спиной располагается заброшенное здание одного из вокзалов. К сожалению, в 1967 году эта железная дорога протяженностью 3033 метров была закрыта. Но в 2007 году на месте рельс уложили велодорожку. И сейчас мы можем полюбоваться этими живописными пейзажами и добраться до городка Сан-Пелегрино-Термо. Железная дорога долины, ласково называемая маленький поезд, начала свою работу 1 июля 1906 года, когда инженеры, проектировщики и руководители работ прибыли в Сан-Пелегрино-Термо на первом рейсе. В честь этого была организована грандиозная вечеринка. А уже в октябре там отмечали новое событие. Был запущен первый локомотив на электрической тяге. Этим событием предшествовало 20 лет борьбы. Потенциал местной реки Брембо, как производителя гидроэлектроэнергии, видели все. Но государство планировало пустить эти мощности на обеспечение уже существующих дорог, в то время как местные инженеры настаивали на том, что река должна приносить пользу региону. Инженеры отстояли свою позицию и гидроэлектростанция была построена. Проектированием вокзала в железной дороге занимался архитектор Скударелли. Работы по прокладке самой железной дороги были выполнены в рекордно короткие сроки, всего за три с половиной года. А работа эта не самая простая, если учесть, что понадобилось возвести 73 виадука и 20 тоннелей. А вот и первый туннель на моем пути. На каждом есть табличка с информацией о его протяженности, а также название станции, к которой он раньше относился. А еще здесь, рядом с туннелем, находятся скалы с маршрутами различного уровня сложности для тренировки альпинистов. Снаружи туннель казался темным, на самом деле внутри он неплохо освещен. Просто посмотрите, какие мощные скалы нависают прямо над дорожкой. Пока это самая идеальная из всех велодорожек, что мне довелось повстречать в Италии. Ровная, широкая и изолирована от автомобилей. И зона отдыха на протяжении всего пути максимально продумана для комфорта велосипедистов. Здесь и удобная парковка, и питьевая вода. Знакомьтесь, река Брембо. Именно она дала название долине Вальбрембана. Протяженность реки небольшая, всего 74 километра. Берет она начало в Альпах из четырех источников, основной из которых проистекает из долины со странным названием «Кружево дьявола». В конце пути, в районе деревеньки Креспи-Дадо, Брембо питает своими водами более мощную реку Адду. Здания центральной электростанции, построенные больше 100 лет назад, до сих пор поражают своим изяществом. На мой взгляд, они являются выдающимися примерами промышленной архитектуры севера Италии. Сейчас время обеда, и я решила остановиться в прекрасном городке Дзонью. Желтое здание церкви, возвышающейся над городом, как будто добавляет солнце и света, а с террасы перед ней можно полюбоваться окрестностями. На входе в ресторан меня встречал вот этот дружелюбный товарищ. Хороший звёздик. Как и в большинстве горных деревушек, меню здесь очень сытное и с большим количеством мяса. Я заказала типичное мясное блюдо. Кролик запечённый и полента. А в ожидании основного блюда, пробую мясные закуски. Сытно и вкусно пообедав, я возвращаюсь на маршрут. Впереди меня ждёт Сан-Пелегрино Термо. Этот дом сохранили и отреставрировали, как пример типичного деревенского дома в регионе Бергамо. Кстати, интересный факт. Многие деревенские дома строили из камня, собранного в реке Брембо. Может показаться, что Брембо – небольшая речушка, даже ручей. Но не стоит недооценивать горные реки. За последние века произошло как минимум 8 крупных наводнений. Первое из задокументированных произошло в 1230 году. Самое же крупное произошло в конце 15 века. Тогда были разрушены 24 моста и уцелел лишь один – Дзонью. Даже несмотря на наличие плотины, наводнений не удалось избежать и в новой истории. Последнее произошло в 1987 году и нанесло значительный ущерб местным деревням. Глядя на эти огромные валуны посреди русла реки, можно только воображать, какой мощности поток мог их сюда принести. А в зоне бывшую станцию железной дороги используют в качестве музея. Я считаю, что и все остальные станции следует превратить в музеи, нежели они будут так стоять, полуразрушенные и ветшать. На подъезде города Сан-Пелегрино располагается фабрика по разливу одноименной минеральной воды. На самом деле, это моя любимая минералка. Почти всегда в моем рюкзаке можно найти бутылочку Сан-Пелегрино. Та-дам! Проехала со мной из Милана, чтобы навестить родину. Кстати, в этом году Сан-Пелегрино празднует 90-летие рождения своего культового напитка оранчато. Это произошло в 1932 году на выставке в Милане. Эцио Гранелли представил гостям только что приготовленный напиток. Ничего сверхъестественного. Минеральная вода, апельсиновый сок и щепотка сахара. Но этот напиток произвел фурор среди гостей. Так оранчато решили запустить в массовое производство. И она захватила сердца людей не только на родине, но и за ее пределами. В последующие годы для оранчато снимали рекламные ролики, многие из которых стали культовыми за счет своей эстетики, а также участия многих итальянских знаменитостей. и эстетики. Ну вот я и добралась до Сан-Пелегрино, а теперь давайте поближе познакомимся с этим чудесным городом. К сожалению, даже здесь старое здание вокзала пока находится в запустении. Два берега реки соединены пятью мостами. Центр города расположен на западном побережье. Пока в остальной части Ломбардии происходят войны и революции, Сан-Пелегрино остается мирно изолированным и только со строительством первой дороги в 16 веке сюда начинает прибывать все больше и больше людей. А в 20 веке город становится элегантным курортом. Благодаря сульфатно-щелочно-землистым водам с постоянной температурой 26 градусов. Курорт Сан-Пелегрино Термы представлял собой комплекс зданий Либерти, который в начале 1900-х годов был оснащен самым современным оборудованием с медицинской, инженерной и организационной точек зрения. Лечебные свойства воды Сан-Пелегрино, богатой минеральными солями, были признаны Министерством здравоохранения. Старые термальные лечебницы были закрыты в 2006 году. На сегодняшний день здания повторно используются как художественная галерея. Новый спа-центр был открыт в 2014 году в результате реконструкции старого отеля Термы Милана. В сегодняшней программе у меня не запланировано посещение терм. Но этим летом я провела здесь свой день рождения, поэтому могу вас заверить, комплекс полностью соответствует всем самым сладким описаниям рекламных буклетов. Вход в Термы, а также залы для обеда и аперитива располагаются в старом здании, похожем на сказочный замок. Это бывшее казино, а сейчас по шикарным интерьерам разгуливают отдыхающие в халатах. Казино также было построено архитектором Ромоло Скуадрелли. Оно открылось в 1907 году, но функционировало именно как и горный дом всего 10 лет. Позднее в нем проходили культурные и театральные мероприятия, конгрессы, показы мод, художественные выставки и торжественные вечера. Особый интерес представляет фасад с двумя высокими башнями, декоративные элементы которых включают в себя, среди прочего, держатели ламп и флагштоки из кованого железа работы Александром Мацукателли, а также горельефы по бокам центральной двери. Также необычно смотрится фриз, расписанный мотивами летающих оленей. Гранд-отель за моей спиной представляет собой семиэтажный колосс. Открытый в 1904 году, он был поистине современным для той эпохи. Все этажи связывал лифт, было проведено электрическое освещение, а в каждом номере была питьевая вода и телефон. Конечно же, отель такого уровня был рассчитан на прием аристократов, но здесь останавливались и королевские особы, в том числе королева Маргарита Савойская. Помимо венциносных особ, гостями отеля в свое время становились также известные литераторы, в том числе два лауреата Нобелевской премии и известные актеры итальянского кино. В 1979 году отель был закрыт из-за высоких эксплуатационных затрат и несколько лет затем использовался для проведения аукционов произведений искусства. В 2009 году был полностью обновлен фасад гранд-отеля протяженностью 128 метров. Сейчас продолжаются работы по реставрации внутренних помещений и в скором времени отель вновь будет готов принять посетителей. Эта деревянная скульптура появилась здесь после урагана 2017 года, когда под напором ветра рухнуло огромное дерево, обрамлявшее фасад гранд-отеля с самого начала его существования. Кусок ствола был обработан скульпторами и перенесен на другой берег реки, став декоративным украшением променада набережной. После долгих лет простоя и затем ремонтных работ фуникулёр открылся только в средине этого лета и уже опять закрылся на зимние каникулы. Вот таким элегантным объявлением нас уведомили, что фуникулёр откроется вновь 5 мая следующего года. Город со всех сторон окружён высокими горами и темнеет здесь рано. Мне пора торопиться на поезд. Надеюсь вам понравилось путешествовать со мной. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова